Рождество Я думаю, это было первое Рождество после того, как меня посвятили в мафию. Я собирался покупать боссу рождественский подарок. Теперь надо сказать, что многие из членов мафии дарили боссу драгоценности, часы, дорогие часы. Некоторые люди даже могли подарить машину или толстый мафия. И у меня для этого всего совсем не было столько денег. Поэтому я не мог купить часы, я просто не мог конкурировать. Я не покупал машину, потому что у меня и близко не было столько денег. И если подарить упаковку денег, это был бы такой тонкий маленький конверт, чего я также не собирался делать. Поэтому я решил подарить то, что могло бы считаться особенным подарком. Я поговорил со своей женой, говорю ей, я хочу что-нибудь, что будет уникальным, чем-то отличающимся для него. Так мы поехали шопиться. Мы остановились у магазина, и моя жена выбрала там... Это было что-то по форме, похожее на шар, на глобус, стеклянная вещь. Внутри были веточки, прутики, листья и мертвые бабочки внутри. И они были прикреплены к этим элементам. Композиция была очень-очень красивой. Я подумал, что это может быть мило и подойдет. Это определенно нечто особое, и это уникальная штука. Я убедил себя в том, что ему понравится это. Я был уверен, что никто не преподнесет ему что-то подобное. Так продавец все упаковал, и я купил это. Дело сделано. Везу я так Полу. Там его служанка. Он говорит ей, сделай сами чашечку кофе. И я пью кофе. И в какой-то момент он спрашивает, что это? Говорю, это для тебя, Пол, с Рождеством. Что это? Открой. И снимает эту бумажную упаковку. Когда он содрал упаковку, я увидел выражение его лица. И я посмотрел на бабочек. Я сказал про себя. Я должен быть самый умственно отсталый гангстер во всем мире. Преподнести в качестве подарка боссу боссов бабочек. Кто блять такое делает? Я по факту сижу там потея и думаю, что же блять я сейчас сделал? Это был странный, непонятный подарок. И затем, я думаю, надеюсь, это не выйдет наружу. Надеюсь, что не будут потом обсуждать. Ты слышал, что Сэмми Багравана подарил Полу Кастелану? Но это было, что было. Я думаю, что ему на самом деле понравилось. Но я никогда не был уверен в этом. И я никогда не забуду выражение его лица. Я не знаю, он не выказал какой-то озлобленности. Я думаю, что он был просто как-то шокирован. Бабочки. Это странный, чудной подарок в криминальных кругах. Я уверен в этом. Я надеюсь, что каждый гангстер, который слушает сейчас, не смеется и не пишет мне уже сообщения. И скажу еще одну вещь, ребята, кто сейчас смотрит. Если я вам нравлюсь и вы захотите мне что-то прислать, ни в коем случае не присылайте мне бабочек. Я не хочу их. Я не хочу, чтобы они напоминали мне об этой истории. Поэтому оставьте меня в покое. Я искренне благодарю за все, что вы сделали для меня. Те из вас, кто подписались на меня, как я сказал в другом видео, это дает мне силу с моей командой говорить то, что я хочу говорить. Это лучше для меня, если вы поставите лайк на это видео, если хотите, нажмите лайк. Но более важное. Подпишитесь. Вы получите уведомления, так или иначе. Я не разбираюсь во всей этой компьютерной войде, но вы получите какого-то сорта уведомления, что я закинул что-то новое, в том числе истории моего подкаста.